Действительно, очень приятно здесь сегодня быть на открытии данного проекта. И, ну вот, собственно, хочется сказать, что 7, конечно, это очень хорошее число, магическое, мифическое число, и в пермском зверином стиле оно тоже есть. И, ну, чтобы вот периодически Камву в лице Натальи космос где-то также шарахал, и мы возвращались с очередной волной, с новым интересом, с новой аудиторией, потому что, ну вот я смотрю, а аудитория мне практически незнакомая, чему я на самом деле только рада, да, потому что это как раз показатель того, что интерес есть. Ну, на самом деле, еще школьницей я пришла в кружок юных археологов, во дворец пионеров, и, собственно, поступление на исторический факультет было, наверное, вот уже таким решенным фактом. Но когда я пришла на исторический факультет, это был период, когда в 88-м год открывались, только-только открывались многие научные вообще направления, психология, интерес огромный был к исторической психологии, и меня на самом деле разрывало от разных тем и направлений. Но, тем не менее, мне хотелось ездить в экспедиции, в археологические, и мой научный руководитель Андрей Михайлович Белавин мне сказал так, либо ты пишешь курсовую по археологии, либо я тебя знать не знаю, и в экспедиции тебя не будет. Я стала смотреть на то, чем занимаются, собственно, юные археологи в кабинете археологии, и меня таскальзило еще больше, потому что это кусочки керамики, которые шифруют там, значит, и вот это вот все. Я думаю, нет, с этим я точно не смогу смириться. И, собственно, вот на первом курсе я тоже такой ультиматум поставила своему научному консультуру, как руководителю, что я готова остаться, значит, вот в археологии писать тему, но с одним условием – я хочу что-нибудь человеческое. Мы так про звериный стиль, я хочу что-нибудь человеческое. Ну и вот, собственно, так пришла ко мне в руки эта тема пермского звериного стиля с первого курса. И действительно, Анталия здесь абсолютно права. Из литературы, ну, в нашей библиотеке тогда была книжка 75-го года «Грибовый», который вот у многих воспринимается и связывается с пермским звериным стилем. Был альбом, значит, оборина и Чагина, да, «Чудские древности». Рефе его сейчас стали забывать, а в свое время его знали достаточно хорошо. И практически в Перми, да, замечательно, спасибо. Вот практически в Перми больше ничего из литературы не было, потому что остальная литература, она была дореволюционной, да, а коллекции, они, собственно, не только на территории Пермского края, но и, как я потом покажу, еще в других музеях. Прежде всего, я хочу сказать два слова о своем учителе, это Елена Ванна Аятева. Это на сегодняшний день старейший работник Эрмитажа. Она пришла работать в Эрмитаже в 46-м году, сразу же после войны, и через какое-то время стала хранителем наших пермских коллекций, коллекции пермского звериного стиля. Да, поэтому, вот, собственно, это человек, который знает материал очень хорошо, написала много, написала она много работ, и для меня, конечно же, это знакомство было очень-очень важно. Собственно, когда я начинала работать, да, в некоторых книжках было написано, что это тысячи предметов, сотни предметов, там и так далее, да, поэтому одной из исследовательских задач, как ни странно, была задача просто объехать музеи и, соответственно, посчитать, посчитать и описать, да, потому что, собственно, с чего начинается такая работа с источником, с того, что мы его картируем, да, то есть мы его каким-то образом вот выносим на поверхность, понимаем, с каким материалом мы имеем дело, да, то есть вот это вот очень важные моменты были. Ну и еще потом один такой вопрос будет очень для меня значимый, тоже, казалось бы, достаточно простой, но на самом деле к пермскому звериному стилю обращались очень многие и значимые, важные люди. Ну вот, например, замечательный русский археолог Спицын, который был знаком с пермским звериным стилем, работал с коллекциями Теплоухова, и, в конце концов, этот интерес настолько его увлек, что он даже написал, не написал, а собрал материал и издал в один из первых каталогов пермского звериного стиля, можем так сказать. Это шаманские древности. Вот, соответственно, Спицын дает такую характеристику пермскому звериному стилю, да, о том, что это необычайное явление, не знающее себе подобных нигде в мире, и, соответственно, возникает предположение о том, что в силу вот такой необычности, непохожести, возник он только в какой-то своеобразной стране, чуть попозже мы с вами скажем, что за страна подразумевалась и имелась в виду, и, значит, прибавляет, сочетавшую тонкую роскошь с санитского серебра с первобытной грубостью диких охотников. Ну, что здесь имеется в виду, сразу обозначу, что параллельно с открытием, с появлением находок пермского звериного стиля на территории пермского края были открыты и, значит, появились в качестве находок предметы восточного серебра. Да, лучше всего Иран, эпохи сасанидов, это замечательные чаши с соображением царской охоты, дверей и так далее. Ну, и вот, соответственно, этот тоже материал надел очень много шума тогда, соответственно, вот Спицын делает вывод, что это не просто совпадение, а это такое взаимовлияние одной цивилизации на культуру местных племен. Еще один ученый оказался в наших краях, не совсем по своей воле. Это, в общем-то, знаменитый египтолог. Казался он в Перми после революционных событий, когда в Метрограде было достаточно, видимо, тяжело и голодно, и разъезжались в том числе и по провинции. И вот Шмидт оказался, как работал у нас в университете, имеется в виду, в классическом университете, и пришел работать в краеведческий музей. И там Шмидт как раз в 1919 году была перевезена в краеведческий музей коллекция теплоуховых, и он вот с ней начинает работать. И она тоже его настолько увлекла, что он от своей темы «Востока» переключился на тему звериного стиля, и именно Шмидт дал название, которым мы с вами пользуемся. Пермский звериный стиль имеет своего автора. То есть это термин, который был введен именно Шмидтом. Ну и, соответственно, Шмидту было тоже очень важно показать вот этот странный стиль, он об этом пишет. Тут же подчеркивает, что нигде, кроме Пермского, приуральского края нет подобных изображений. Обращает внимание на то, что особенностью звериного стиля является именно смешение различных образов, ну вот, собственно, связывая это и с шаманскими культами. И опять же обращает внимание, что, видимо, в приурале сложились какие-то особенные условия, которые вызвали рождение этого стиля непосредственно. Два слова хочу сказать, что на самом деле, почему сложно было посчитать предметы Пермского звериного стиля, почему вот, собственно, этим долгое время никто особенно не занимался. Ну потому что первоначально первые коллекции, это были частные коллекции. Вот здесь на схеме есть ключевые имена. Я хочу только обратить ваше внимание на имя Сергея Григорьевича Строганова, поскольку мы сегодня в лекции еще так или иначе будем затрагивать тему брендирования, и на сегодняшний день имя Строгановых как раз связывается с брендом Пермского края, в том числе как Строгановский регион, как Строгановское наследие. Ну вот хочется подчеркнуть, что как раз тема пермского звериного стиля, она вписывается и в эту страницу истории, потому что один из Строгановых, а именно Сергей Григорьевич Строганов, был страстным археологом, он возглавлял с 1859 года и до своей смерти императорскую археологическую комиссию и, соответственно, имел в своей коллекции предметы пермского звериного стиля, соседницкого серебра, был очень увлечен древностями, соответственно, вот собирал. Ну, естественно, что после революции частные собрания перешли в музейные собрания, и я просто хочу обратить ваше внимание, что пермский звериный стиль на сегодняшний день раскидан достаточно широко. Да, это музей Перми и Пермского края, прежде всего, Пермский краеведческий музей, это Чердонский краеведческий музей, где хранится крупнейшая коллекция пермского звериного стиля, но наряду с этим это коллекция государственного Эрмитажа, да, и, к сожалению, в полном виде эта коллекция не опубликована, сейчас она практически не выставляется в Эрмитаже, поэтому, ну, вот это тоже страничка очень важная нашего наследия, но мы к ней прикоснуться вот так напрямую не можем. Кроме того, предметы пермского звериного стиля хранятся в Государственном историческом музее, здесь история еще интереснее, но если вы помните, среди собирателей начала XX века были братья Щукины, да, вот один из Щукиных занимался тем, что он поддерживал европейский авангард, Сэма Тисса, Пикассо и так далее, но другой Щукин, он как раз увлекался древностями, создал музей древностей, который передал Москве в обществу, и, соответственно, вот он тоже приобрел коллекцию звериного стиля, и вот, собственно, когда Рерих познакомился с этой коллекцией, именно эта коллекция Щукина, она лежала в основе творчества Щукина, вернее, Рериха, когда он обращался к мотивам пермского звериного стиля в оформлении декораций, в эскизах мебели и так далее, да, то есть это вот тоже вот такие вещи. Есть и за пределами нашей страны, ну, вот, собственно, вот такая география. Ну, время идет, на самом деле, когда я села и готовиться к сегодняшнему мероприятию, я немножко изменила периодизацию, потому что в диссертации у меня было два периода, но время действительно бежит, и то, что происходит на наших глазах, позволяет нам немножечко какие-то вещи пересмотреть и переориентироваться. Ну, вот, в общем-то, мы можем с вами сказать, что пермский звериный стиль исследовался наиболее активно в период вот с середины 19 века до 30-х годов, и, значит, такой перерыв был до 50-х годов, потом волна интереса, поскольку было раскопано очень много археологических памятников, выходили монументальные археологические труды, тема снова возвращается, и появляются новые теории. Ну, и, соответственно, с конца 80-х годов, значит, это вот тот период, которым мы переживаем, и куда, соответственно, укладываются разные ученые современные, уже абсолютно с разными, очень часто альтернативными концепциями. И вот за те три дня, и в субботу, и в воскресенье, многие из этих альтернативных концепций, собственно, здесь будут обозначены, поэтому такая тоже панорама будет здесь, и я на ней не останавливаюсь. Мы имеем дело с таким явлением, которое непосредственно позволяет нам говорить не просто о мифах, мифологической картине мира, но и мифологемах. Пермский зрелищный стиль всегда рассматривался через мифологемы. Мы не можем с вами, так скажем, этот момент, этот сюжет обойти, поэтому вот мне бы хотелось, чтобы мы по этим мифологемам прошлись, чтобы мы понимали на самом деле, что это не процесс, когда одна мифологема уходит более старая, а новая приходит. Практически все эти мифологемы мы с вами тоже встретим в сегодняшнем дне, сегодняшних работах авторов, художников и так далее. То есть получается, что это такая история, где вот эта память о разных мифологемах относительно пермского звериного стиля, она не проходит, а наоборот она вот как бы сохраняется. Давайте, кто первый вообще столкнулся с предметом пермского звериного стиля? Как вы думаете? Погромче. Я Квадиславович, я не помню сейчас. Ну вот вообще, кто взял первый в руки? Создатели пока не берем. Правильно. А кто находил? Действительно. То есть мы с вами первое, с чем имеем дело, это именно с народным восприятием. Находились предметы, находились чаще всего именно при случайных каких-то работах, на огороде, в поле, на дороге. Такие случаи описаны периодически. Соответственно, как-то надо было это интерпретировать. И, соответственно, первые названия вот в народной мифологеме, они, конечно, были связаны с восприятием вот этих предметов как языческих, да, то есть, ну, собственно, противоположных, так скажем, христианству. И связано, тем не менее, понималось, значит, христиане понимали, что это имеет отношение к культу. Поэтому называли непосредственно чудскими башками или обрасками. Вот, к сожалению, не так много сведений о том, как называли сами крестьяне, когда находили эти предметы. Но периодически они и есть. И, соответственно, вот эти названия из вот такого народного восприятия, они первоначально и закреплялись в том числе и у собирателей. Тот же Сергей Григорьевич Строганов, когда управляющие ему эти предметы присылали вместе с описанием, у кого купили и так далее, и так далее, он тоже в своих письмах оперировал вот этим же названием. Чудские образки. Да, то есть очень, как бы, важная такая тема, которая непосредственно продолжится. Почему? Потому что, ну, вот мы сейчас с вами находимся на проекте «Чудо-чуди», тоже о «Чудо-чуди», собственно, прежде всего восприятия пермского звериного стиля как чудского явления, да, связанного с чудью. Но, конечно же, хочется здесь сказать о том, что миф о чуде был достаточно широко распространен не только в Пермском крае, а и у северных народов, да. Но контекст этих мифов, он очень близок. И пермский звериный стиль в этом связи стал связываться тоже с чем-то потаённым, укрытым. Почему? Потому что существовали легенды о том, что народ чуть ушёл под землю, да, ну, разные версии давались, или самопогребение было, то есть вот изготовили такой навес деревянный, подпилили, и, значит, соответственно, весь народ исчез, да, там, самосожжение и так далее. Но важно, что воспринималось это именно вот как ушедшее под землю, да, и пермский звериный стиль, то есть сами предметы тоже как некие такие вот подземные древности. Дальше, следующая мифологема, которая, соответственно, появляется в конце XVIII-м, начале XIX века, это мифологема своей древности. Здесь тоже два слова можно сказать. Дело в том, что в XVIII веке, ну, в общем-то, история воспринималась прежде всего как история, написанная по письменным документам. Археологии ещё не было, да, поэтому, соответственно, отсчёт ввели, ну, буквально в смысле IX века нашей эры, то есть там события, зафиксированных в повести временных лет и так далее, и так далее. И древность, собственно, чаще всего ассоциировали именно с античной древностью. Вот у греков, римлян, у них была своя древняя история, а у всех остальных её не было. И в этом смысле в конце XVIII века начинается такой очень интересный процесс обретения истории народами, и где, собственно, ключевой момент был именно найти свою древность, свои вот эти корни. Значит, и здесь археология, конечно, начинает развиваться на волне вот этого интереса. Найти свои корни, найти свои вот эти древние места, древние события, древних героев. И пермский зрелистиль, конечно, начинает восприниматься историками и собирателями первыми именно с этой точки зрения. Ну и, собственно, Пётр I, который, кстати, я напоминаю, получил в подарок так называемую сибирскую коллекцию, сибирская коллекция Петра I, там тоже предмет из звериного стиля, не пермского, но сибирского, тоже воспринималось именно как древность. То есть то, что мы можем, вот тот самый пласт, который не сохранился в письменности, но это вот доказательство, что она у нас была, эта древность, да, имеется в виду вот эти предметы, которые позволяют об этой древности говорить, что мы её не лишены, да, мы как бы вот имеем эту свою историю. Соответственно, эта мифологема тоже продолжается, и для нас, для многих, собственно, этот интерес, я чуть-чуть попозже скажу о небольшом ещё вопросе, который наши студенты проводили, пенский звериный стиль, это и есть наша древность, да, это не нуждается в каком-то дальнейшем объяснении, это и так уже объяснительная модель, да, это наша древность, наш корень. Ещё одна мифологема, которая появляется и активно развивалась в XIX веке, это мифологема биармия. Ну, соответственно, два слова скажу, то есть загадочная биармия скандинавских саг искалась на протяжении XVII-XVIII века европейскими учёными. И, соответственно, одним из доказательств того, что биармия была именно на территории Пермского края, стали считать предметы звериного стиля, да. То есть это вот такой вот интересный момент в, соответственно, тоже восприятии Пермского звериного стиля. И мы знаем тоже автора, который напрямую связал Пермский звериный стиль с биармией, это Мельников Печорский, который совершил, как это было принято, модно, в конце 30-40-х годов путешествие по России с описанием дорожных заметок, как было положено, публиковав их в отечественных записках, как было положено, это самый популярный толстый журнал того времени. И вот, соответственно, он проехал через село Ильинское, где была коллекция Пермского звериного стиля у управляющего Строгановых Волигова. И там он увидел, собственно, вот эти предметы, которые его тоже впечатлили. И он сразу же их связал именно с биармией, что нужно вот, собственно, здесь искать эту утраченную страну, а страна эта рисовалась, в общем, достаточно привлекательно, как страна такого богатого народа, богатого, прежде всего, и золотом, с драгоценными металлами, который почитал, значит, культ был золотой бабы. То есть в этом отношении, конечно, эта фантазия очень сильно подогревала, и, в общем-то, ученым хотелось это открыть, хотелось открыть вот эту биармию. Поскольку раскопки в тот период времени ввелись прежде всего на частные деньги, то нас не должно удивлять, что, собственно, вот этот интерес приводил в том числе и к проведению вот первых таких раскопок с целью, так и было у нас, собственно, Берг сюда был направлен, Румянцевым, найти биармию, но он ее не нашел, собственно, о чем и отчитался. Но, тем не менее, такой запрос был. То есть вот такой вот миф возник, и он тоже периодически всплывает на поверхность, он никуда не уходит. Мы и сейчас знаем, в общем-то, сторонников вот этой мифологемы, приводящих свои аргументы в эту пользу и так далее. То есть это тоже сохраняющаяся такая интересная традиция. Скифский звериный стиль, конечно же, в XIX веке тоже надел много шума, потому что это яркие образы, это золото, это очень красивые предметы. Кто был в Эрмитаже, в золотой кладовой, наверняка с ними сталкивался, видел, насколько действительно тоже впечатляющие образы. Ну и вот, соответственно, тоже для части исследователей пермский звериный стиль напрямую связан со скифами, с их влиянием, попытки найти родину скифов. Тот же Строганов искал именно родину скифов, не столько биарные, сколько родину скифов. Ну и в конце концов, вот эта мифологема, она очень серьезно повлияла на один важный момент. Дело в том, что к концу XIX века стали считать, что звериный стиль – это вообще стадия, характерная изо всех народов, что все народы ее проходят. То есть не только там в пирме. То есть поэтому удивляться не надо, надо просто описывать, что здесь все как бы будут похожие какие-то явления с понятными мотивами и корнями. То есть в этом смысле это очень интересная линия, которая, к сожалению, сейчас практически утрачена. А в советский период, в 1975 году, был проведен очень интересный симпозиум материала, которые опубликованы. Это как раз звериный стиль на территории Евразии. То есть там очень много приведено материалов и по славянам, и по скифам, и по сибирскому звериному стилю. К сожалению, вот эта традиция, она утрачена. И мы редко здесь видим такое стремление или такие форумы, где мы рассматриваем. Эта идея и легла в основу форума 2011 года. Нам хотелось выйти немножко за пределы Пермского края, посмотреть на звериный стиль, как на более широкое явление тогда. То есть это очень важно. Шаманская мифологема. Тоже очень важный момент. Следование народов Сибири, прежде всего финскими исследователями, в конце XIX века, приводит к открытию различных шаманских культов. Теория шаманизма становится чрезвычайно популярна и в начале XX века. И вот, соответственно, тот же Спицын, даже не сомневаясь, он ставит в название своего каталога шаманские изображения, потому что с его точки зрения он проехал, соответственно, по территориям. И в каталоге есть изображения и Сибири, и Пермского края, и многих других территорий. Но с его точки зрения это всё круг одного явления, связанное именно с шаманскими культами. Ну и, соответственно, мы тоже с этой мифологемой никуда не расстаёмся и периодически начинаем воспринимать пермский звериный стиль именно с точки зрения шаманских культов, с точки зрения непосредственно тех ритуалов, которые могли проходить и так далее. Я поставила многоточие в мифологемах, потому что на самом деле мы можем говорить ещё и о тех мифологемах, которые оформлялись и в рамках научного знания. Там, татемическая мифологема, да, тоже очень популярная, связывает пермский звериный стиль с татемными животными, а не мистическая мифологема с представлениями о душах в древних обществах и так далее. То есть на самом деле, я думаю, что они будут развиваться. Но при этом очень интересно понимать, что каждая из мифологем, она зацепляет что-то очень важное и интересное, но при этом не раскрывает явление настолько, чтобы хотел сказать, всё, мы эту тему изучили, она для нас понятна, это, в общем-то, пройденный этап, и мы чётко знаем, что за этим скрывается. Извините, ни черта подобного. Да, поэтому я здесь хочу привести вот такое, так сказать, даже не явление, а такое понятие, которое было введено, как эпистемиологическая преграда. Так, значит, соответственно, вот к нашей теме разговора она имеет прямое отношение. Почему? Потому что когда мы начинаем говорить, выдвигать различные, как я говорю, мифологемы, пытаться, так скажем, навязать иногда даже какие-то образы, не образы, вернее, смыслы предметом пермского звериного стиля, то мы забываем о одном очень важном моменте. Пермский звериный стиль жил в культуре, в которой письменности не было. То есть перепроверить, каким-то образом соотнести эти источники просто-напросто не приходится. Почему? Потому что никаких письменных источников нет. И пермский звериный стиль, в общем-то, во многом является источником археологическим. В том смысле, что он находится, ну, так скажем, на археологических памятниках или в археологических контекстах. Поэтому, когда мы пытаемся подойти как раз к раскрытию загадок этих мифов, которые содержатся в самом пермском зверином стиле, то у нас остается, по сути, в общем-то, один только путь. То есть мы должны попытаться осмыслить те факты, очень немногочисленные, которыми мы располагаем для того, чтобы из них извлечь уже непосредственно идеи для интерпретации пермского звериного стиля. Как вы думаете, какие факты, вот, собственно, археолог может извлечь вместе с пермским звериным стилем? Вот находки пермского звериного стиля. Культовые места, захоронения, еще? Предметы, собственно, отливки, формы и так далее, да? Еще? Сюжеты. Ну, сюжеты, знаете, вот даже когда мы начинаем описывать сюжет, я говорю, человек-овозь, и я уже сказала своей мифологимой. Потому что мы точно понимаем, что тот человек, который изготавливал этот предмет и потреблял, он так не говорил. Хорошая версия по ней идут, вот так очень уверенно, у нас периодически биологи, которые пытаются обосновать, что ящер, вовсе это не ящер, это вот конкретное такое там существо, не сочетливо значимо. Сейчас не буду объяснять, какое, но тем не менее, да? Фактументарное свидетельство работает в российских, в каком-то армянских. Ну вот на самом деле, археологические культуры, того времени, к которым мы относим пермский звериный стиль, я про даже не буду сейчас говорить. Значит, смотрите, тоже очень сильно усложнять не хочется, потому что на самом деле звериный стиль – это явление, которое охватывает несколько культур, и гляденовскую, ананитскую культуру, гляденовскую культуру, ламаватовскую культуру. Поэтому у исследователей есть разные традиции. Есть традиция объединять и включать в пермский звериный стиль все от палеолита односкальных изображений до этнографического, например, до вышивки, до различных изображений и так далее. Там мы вообще предмет сами теряем, то есть мы туда изучаем все. И, соответственно, есть сужение этой темы. Ну, например, есть такое понимание пермского звериного стиля как, собственно, явление, которое характеризует именно ранее средневековье, то есть ламаватовский период. Собственно, те культовые предметы, которые мы здесь зачастую видели, вот я имею в виду в различном исполнении, это относится именно к этому времени. Но когда я говорю о том, где и что мы находим, вот этот самый, опять же, важный, простой вопрос, он почему-то очень часто не задается и не приходит в голову. И я объясню почему. Потому что пермский звериный стиль практически не находится на памятниках археологических. Ну, потому что так. Галлигеновская костища, да. Могилей напротив Оглевского, погребения, как угречество. Еще удачно тогда. Значит, вот давайте здесь тоже различные подходы. Я называю пермским звериным стилем культовым изображением эпохи ламаватовской культуры. То есть они имеют свой стиль, он очень сильно отличается от предыдущего этапа. Это действительно набор уникальных образов, которые, например, нас сразу же отделяют от Сибири. И в том числе они очень сильно отличаются по практике использования. Ну, потому что вот было сказано погребальный обряд. Так вот пермский звериный стиль в погребальных обрядах не использовался. В отличие, например, от памятников археологических теперь, где мы их там, соответственно, встречаем. То есть это вот очень важные такие моменты, где мы начинаем какие-то акценты расстанавливать. Что мы можем через вот эти факты установить? Ну, в свое время мой последний доклад на Северном Конгрессе, он как раз был посвящен именно этому. То есть я, пользуясь вот этим подходом, села и посчитала в процентах, где были найдены изображения. В каком месте конкретно? То есть можем мы с этим местом что-то из него извлечь еще? Да, как я сравниваю студентов, когда читаю эту лекцию. Я говорю, вот представьте, совершено преступление, ну, не дай бог убийство. Приезжает следователь, он начинает проводить следственные действия. Лежит покойник, да, убитый. Лежат какие-то там разбросанные, неразбросанные вещи. И задача следователя, что? Установить, как там было и что там было на самом деле. Но вот, по сути, мы здесь имеем дело с таким же подходом, да? Потому что наша задача извлечь максимум из вот того контекста, в котором эти предметы были найдены. И вот тут мы с вами начинаем сталкиваться с огромным количеством загадок, которые на самом деле до сих пор никого объяснения не имеют. Я думаю, что, может быть, и не будут никогда до конца объяснены. Ну, давайте сразу проговариваю. Я уже сказала, в погребальных памятниках нет. О чем мы-то можем говорить? Как думаете? Вместе давайте рассуждать. То есть к погребальным культам отношения пермский звериный стиль не имеет. Потому что погребальные культы – это отдельные культы. Это обряды перехода. Соответственно, мы с вами можем сразу эту линию вообще рассуждения отсечь. Собственно, культовые плакетки пермского звериного стиля не участвовали в обрядах перехода. Их там нет. Культовые места. Замечательно. Но вот культовых мест на самом деле обнаружено не так много. Периодически доносятся какие-то вести от черных археологов, что они там массово сейчас находят культовые места и так далее. Я не очень в это верю. Но если говорить о доэволюционных культовых местах, то их буквально два-три наиболее известных на территории, где найдены предметы пермского звериного стиля. То есть очень немного на самом деле. Но действительно, эти памятники, к сожалению, они тогда не раскапывают. То есть не проводились там археологические раскопки. Были небольшие выезды только. Но это точно установлено, что пермский звериный стиль вот в этих местах участвовал в культах, поскольку там есть следы обжига, есть, соответственно, обломки керамики и так далее. То есть все, что чем и какие атрибуты есть у культового места, которое, собственно, как правило, посещалось людьми только для проведения определенных обрядов и ритуалов. Вот это, собственно, все это сюда включает. Но еще хочу раз подчеркнуть, что это не самая большая группа предметов. Есть небольшая группа предметов, очень небольшой процент на поселениях. И вот в этом смысле действительно экспедиция нашего университета несколько раз везла, потому что отдельные предметы были найдены. И мы периодически можем какие-то образы четко соотнести с тем или иным, например, явлением. Ну, в одной статье опубликовалось в свое время, что, например, ящер есть такой образ пермского зверейного стиля, есть отдельные бляхи, которые только ящерек передают. Вот достаточно четко на таких поселениях маркируют кузнечное ремесло, да, то есть непосредственно вот работу кузнеца. И оно все понятно, оно укладывается в общеуниверсальные такие мифологии, мифологемы, где кузнец, он как бы вот такой герой двухсторонний, он и нашим, и вашим. Поэтому кузнец, как правило, жил на отшибе, к нему отношение было такое достаточно непростое, потому что он с Нижним миром общался и с различными там духами, стихиями, огнем и всем остальным. Поэтому ящер, который, в общем-то, практически у исследователей ни у кого сомнений нет, что он действительно маркирует Нижний мир, да, такое хтоническое существо, очень в данном случае четко связывается с кузнечными ремеслами. Но вы будете удивляться, что наибольшее количество предметов найдено совсем в другом контексте. Но это прежде всего клады пермского звериного стиля. Вот такое название было дано, еще до революции. Что такое клады пермского звериного стиля? Это когда в одном месте найдено несколько, зачастую десятков, 42-34 усть-кишерский клад, например, предметов. Там нет никакого другого контекста. То есть уже в советское время выезжали, например, археологи. Никакого памятника здесь нет, сопутствующих предметов тоже нет. И поэтому до сих пор вот эта группа находок, она, конечно, вызывает интерес. И попытка интерпретировать здесь чаще всего приводит все-таки к тому, что это некое ритуальное захоронение в определенном месте. Да, еще чуть-чуть попозже к этому вернусь. То есть тоже, опять же, очень интересная история того, для чего искатывались эти предметы и кому они в жертву приносились в таком случае, в этом месте. Ну и последняя и самая многочисленная группа находок. Она пока самая загадочная, но просто в силу малой исследованности на самом деле. То есть, возможно, здесь загадок будет меньше, когда будет такая работа по определенной картографии проведена. К сожалению, вот здесь я с Натальей права, в смысле согласна, потому что молодежь не очень охотно выбирает такие темы для исследования. Ну, по крайней мере, у меня вот не нашлось еще такого студента, который бы сказал, вот такая классная работа, я сяду сейчас, все это сделаю, картографирую, я там пойму, что там произошло. Речь идет об единичных находках. 70% пермского звериного стиля – это просто так называемые случайные находки. Вы просто в каталогах так можете увидеть обозначение. То есть это не памятник, это не культовое место, это не клад. Это один предмет, потом в другом месте другой предмет, третий предмет, третий предмет и так далее. То есть это вообще такая замкнутая, получается, история. То есть мы вот как и что это интерпретировать, разные попытки были, потеряли. Такую версию у меня обозначена. Потеряли 70% находок, потеряли. И так далее. То есть здесь вот эти вот моменты, они для нас очень важны. И с моей точки зрения, именно здесь, на этом пути, нас ждут дальнейшее открытие. Но все это, в общем, все равно нас позволяет вывести на то, что пермский звериный стиль, несомненно, это культовые предметы. А что такое культовые предметы? То есть предметы, которые изготавливались для поведения ритуалов. А ритуалы – это, по сути, мифы в действии. Мифы в определенном поведении. Поэтому здесь нам, на самом деле, на выручку приходят общие мифологические универсалии. Вот как раз Елена Ивановна Ятьева, о которой я сегодня говорила, ее основным методом стало привлечение таких общих универсальных мифологий, когда она брала знаки, образы пермского звериного стиля. Это очень кропотливая работа. Разбор одного образа, например, медведя с нанесенными изображениями занял достаточно много времени и начинает поднимать всю символику того же треугольника, треугольника вниз, вершины и так далее. То есть это, естественно, символика есть. У разных народов во многом она сходится. И поэтому мы с вами можем, собственно, здесь зафиксировать вот такие общие универсальные мифологемы, которые вполне мы найдем с вами в предметах пермского звериного стиля. И это нам позволяет, с одной стороны, пермский звериный стиль включить в общемировой контекст. То есть, собственно, говорить на языке вот этих мифологем и с другими образами и системами. С другой стороны, видеть, как это у нас воплощалось, как эти образы воплощались у нас. Ну и в частности, мы, конечно же, у всех народов в мифологии обязательно представим сюжеты первой человеки. То есть очень важно создать объяснительную модель, как возник человек, как возник этот род. И для этого, собственно, и появляется образ культурного героя. Это у нас тоже есть свой культурный герой. Это как раз вот то, что получило название... Так, вот я чуть-чуть... ...существо. Очень часто на копытцах, иногда с крылышками птичьими, иногда с головным убором в виде лосиной головы, иногда просто не головной убор, а чётко показано, что это лосиная голова. Ну вот, и мы видим с вами, что тоже он представлен в разных вариантах. Здесь вот его видите как раз магическое число 7, да, и такие плакетки встречаются. Но есть единичный образ, есть там изображение семьи, изображение мужское и женское и так далее. С моей точки зрения, не будет никакого искажения реальности считать это именно таким культурным героем. Потому что ещё раз подчеркну, что в любая мифология любого народа она будет повествовать не только о сотворении в земле, но она будет обязательно повествовать и о культурном герое, который даёт всё, который вводит в культуру все традиции, пользование всем, что, собственно, есть у данного народа. Ну, образ ящера, вот он в данном случае у нас такой тоже очень интересный. И такие разные варианты встречаются изображения ящера. Здесь мы видим с вами единичное изображение ящера, но, на самом деле, он бывает и в сложных композициях. Причём вот сложные композиции, они как раз вполне укладываются в такую космологию, да, то есть в то, как выглядит космос по представлению, собственно, человека. И вот в этих сложных пластинах как раз мы чётко видим, что ящер всегда находится внизу, да, дальше средний мир, вот он представлен таким культурным героем в виде человека, лося. Ну и верхний мир, вот в сложных изображениях не птица изображает как раз и соотносит, а именно лосихи, то есть две лосиные головы. Тоже, в общем, достаточно известный образ для народов Урала и Сибири, да, поэтому вот мы тоже вполне можем здесь этим пользоваться и об этом говорить. Так, немножечко пока ещё так. Таким образом, мне хочется сказать, что вот те мифологемы, которые появились за период, собственно, открытия вообще пермского звериного стиля, мне на самом деле, ещё раз говорю, они никуда не делись, они вот присутствуют и по сегодняшний день у нас в культуре, там, в сознании, в каких-то работах непосредственных, да, но сразу хочу подчеркнуть, что, вот опять же, вот этот вопрос перехода от более простых сюжетов изображений, да, вот только что мы говорили с вами об ананинском и глядянском зверином стиле, более сложном, до сих пор никак не объяснён. Есть единственное объяснение искусствоведческое, к сожалению, оно меня вообще никак не устраивает по многим причинам, но, ну, то есть именно как эволюция стиля, да, но эволюция стиля не может быть на пустом месте, за этим тоже стоит определённая культурная работа, стиль всегда отражает изменения, да, в эпохе, в культуре, в представлениях людей. И в этом смысле вот этот переход, этот ренессан с пермского звериного стиля именно в раннее средневековье, когда вдруг, да, значит, появляются вот эти сложные образы, очень интересные образы в определённом, как мы уже с вами знаем, контексте, да, чаще всего вне памятника, чаще всего связанных с определёнными культами, с определёнными обрядами, с определёнными ритуалами, да, то есть как именно культовые предметы. Это, конечно, до сих пор вот неосмысленно и нуждается тоже в дополнительных каких-то, ну, как бы, так скажем, исследовательских сюжетах. Также, как мне объяснена ещё одна загадка для меня. Именно в этот же период, к этому периоду относятся клады сосанинского серебра, мы в этом с вами говорим. И исследователи тоже связывают их с культами, тем более, что часть этих предметов местным населением, да, ещё и как бы вводила свою практику, то есть что-то пририсовывали по поводу граффити, что-то пририсовывали, что недоставало каких элементов. Но мы не найдём с вами ни одного случая, когда сосанинское серебро будет находиться вместе с пермским звериным стилем. Соответственно, мы тоже, ну, выводы можем сделать, что-то касалось разных культов, разных практик, а может быть даже и, ну, рискнуло предположить, разных социальных аспектов. То есть, возможно, это как раз период, который, ну, вполне сопоставим, там, с языческой реформой, например, Владимира, да, когда, в общем-то, общество усложнялось, это хорошо видно тоже по археологическому материалу, конечно же, появлялась своя, так скажем, местная аристократия, которая уже тяготела как раз вот к таким памятникам, вернее, к предметам того же сосанинского серебра и обменивала вход на пушмину на эти предметы, вводя в свои аристократические практики. А, соответственно, пермский звериный стиль продолжал сохраняться как общая культовая практика, но при этом вот с таким усложнением сюжетов и образов, потому что сама картина мира становилась более сложной, ее нужно было каким-то образом пояснять. Это как предположение, потому что, еще раз подчеркну, в общем, здесь загадок и тайн достаточно много, и еще можно много чего на самом деле открыть. Но у нас есть еще один разворот темы, да, пермский звериный стиль от мифа к бренду. И для меня вот те годы, которые я непосредственно не занимаюсь с пермским звериным стилем, они связаны с тем, что периодически эта тема проявляется в других наших исследованиях, которые как раз позволяют говорить о бренде. Но это не мое утверждение, я не ведущий, конечно, специалист по бренду, но тем не менее, такая достаточно избитая истина о том, что бренд играет в современном мире роль мифа, да, и нет бренда без мифа, вот, собственно, такая. Есть даже отдельное направление миф бренда, да, то есть создание такой истории, которая вот будет пояснять бренд и так далее. К чему используется слово «бренд» и в каких контекстах? К территориям, да, вот мы говорили, может и пермский звериный стиль быть брендом пермского края. К товарам и услугам, конечно же. К организациям, ну и даже к людям, да, то есть брендирование тоже достаточно такой известный процесс на сегодняшний день. Значит, Наташа, ну вот на самом деле я очень рада, что мы в 2012 году получили грант на социологические исследования, потому что я бы не смогла уверенно какие-то вещи сейчас озвучивать, но я их могу уверенно озвучивать. Действительно, когда в 2011 году мы проводили форум, в общем-то до этого времени, по-моему, сувенирки еще такого количества нет. Шоу-рума точно не было. Ну, в форуме уже участвовало, да. Ну, короче говоря, вот смотрите, какие вещи получаются. В 2011 году мы проводим форум в гостинице «Урал». В рамках этого форума были лекции, были мастер-классы, были экскурсии, были, значит, какие-то проекты и прямо на улице, да, то есть достаточно-таки активно. И еще несколько акций было, которые поддерживали тему пермского звериного стиля чуть-чуть до этого, да, Наташа, и чуть-чуть после, я имею в виду, там, блики пермского звериного стиля, да, вот, то есть вот эта вот тема продолжалась. Что мы видим? Мы проводили опрос в рамках гранта, значит, «Перем как стиль», и в том числе нас, конечно же, интересовал вопрос, грант был про идентичность, про видение города самими пермяками. Задача стояла именно такая. И вот, собственно, один из результатов этого исследования был и связан именно с этим. По данным опроса 2013 года, 22,6 опрошенных пермяков выбрали пермский зверинный стиль как символ города Перми. Это достаточно хорошая цифра на самом деле. И в этом смысле, ну, я, например, могу достаточно уверенно сказать, что как бренд территории это уже состоялось, судя по данному опросу. Да, то есть, ну, практически, ну, это не четверть, чуть поменьше, да, получается, но тем не менее близится к этому символом Перми является пермский зверинный стиль. Ну, дальше, конечно же, можно и посмотреть, кто больше всего ориентируется на пермский зверинный стиль в, собственно, в опрошенной аудитории. Ну, и вот здесь какие-то детали, они приведены. Что чаще выбирают женская аудитория, чем мужская. Чаще выбирают люди с высшим образованием, с средним уровнем дохода. И чаще выбирают люди с среднего возраста, хотя там по вопросу, в принципе, и молодежи было тоже больше четверти, больше 25%. Аудитория, да, города, которая, в общем-то, уверенно связывает пермский зверинный стиль, несмотря на то, что ни одного предмета пермского зверинного стиля на территории города не было найдено, да, но, тем не менее, вот это явление, это название, оно работает именно на брендировании территории, визуальной картинки. Ну, поскольку было время на подготовку, и поэтому мы тут со студентами еще небольшую исследовательскую работу провели, и, естественно, они у меня поработали такими интервьюерами в городе, и была задача как раз, ну, самый простой вопрос задать, знаете ли, что такое пермский зверинный стиль? Если да, то, соответственно, задавался второй вопрос. То есть, что, с вашей точки зрения, что это такое? Да, значит, ну, опять же, конечно же, сказать, что это совсем такие объективные исследования сложно, но, тем не менее, определенный срез есть. И, на самом деле, первое, что, в общем-то, удивило, что, когда мы с студентами обсуждали, как вы думаете, каков процент людей, которые вот на вопрос, знаете ли вы пермский зверинный стиль, отвечают «да»? 100%. 10%. Больше половины. М? Больше половины. То есть, на самом деле, получается, где-то статистика каждой второй. Каждой второй говорит «да, я знаю, что это такое». А на второй вопрос мы получаем вот спектр. То есть, это о чём идёт речь? Это речь идёт о том, что, конечно же, когда мы что-то закладываем, да, да, мы что-то, какие-то идеи, символы начинаем проводить, то они в аудитории в той или иной степени откликаются. И в этом смысле, ну, что ярче всего откликается? Конечно, визуальные образы. Где они у нас сейчас в городе так вот наиболее ярко представлены? ЦУМ. Поэтому пусть нас не удивляет, что один из самых популярных ответов, да, конечно, знаю, это же ЦУМ. То есть, вот это вот, собственно, непосредственно, там эти изображения есть, и, соответственно, с этим связаны именно первичные звериные стили. Что ещё попадается? Попадается ответ, да, единичный, но тем не менее, а я об этом услышала на форуме «Звериный стиль», который у нас проходил в 2011 году. Попадались люди, которые говорили о том, что не ездили на экскурсию по пермскому звериному стилю. Я подозреваю, что тоже, скорее всего, в рамках того же форума, потому что там были туристические маршруты. Ну, естественно, поскольку город Пермь – студенческий город, попадались и студенты, которые говорят, да, у нас эта тема там где-то случалась и так далее, то здесь уже так более уверенно. Ну, и, конечно же, собственно, очень часто звучит ответ, который такой, как бы сказала, своя логика, да, пермский звериный стиль, ну, знаю, конечно же, это пермское, да, и это звериный, то есть там образы животных и так далее, и так далее. То есть в этом смысле это тоже такой интересный срез и результат в сознании жителей города, да, которые вот попались под опрос. То есть на самом деле, с моей точки зрения, это очень такой позитивный, на самом деле момент, да, то есть мы можем обозначить, что пермский звериный стиль, безусловно, стал одним из брендов территории, несомненно, да, для, в общем, достаточно большой группы пермяков, ну, жителей Пермского края здесь не брали. И, естественно, встаёт вопрос, как с этим, что делать там дальше, в какую сторону это можно развивать. Я, в общем-то, в какой-то степени могу развернуть сюжет про бренд человека, личности, пермский звериный стиль. Вот у нас Наталья непосредственно здесь сидит, и так или иначе, но мне кажется, сложно представить тем, кто знает Наталью, кто знает Камбу, представить эту организацию, представить Наталью вне сюжета о пермском звериный стиле. Да, то есть это тоже, собственно, так или иначе тематика, которая здесь связывается и, значит, пришла. Наверное, самый сложный сюжет – это даже не с брендированием территории. Самый сложный сюжет – это вот когда мы видим, что пермский звериный стиль используется для брендирования товаров и услуг. Да, мне кажется, самые какие-то, ну, может быть, иногда сбывшиеся ожидания, иногда не сбывшиеся ожидания. Поэтому мне кажется, что вот дальнейший такой разворот в сторону брендирования с помощью того же пермского звериного стиля товаров и услуг, он действительно, он имеет свой потенциал. Ну, потенциал, когда мы начинаем, ну, буквально как маркетологи, да, рассматривать, на какого клиента, для чего мы это ориентируем, да, то есть на какую аудиторию мы и с каким посылом мы непосредственно это ведем. Да, вот эта работа, кроме как сувенирные продукции, да, конечно, сувенирная продукция с Ириной Стилем, естественно, должна быть, и она презентует территорию. Но вот если мы говорим о, нет, сувенирке, а именно о каком-то местном таком продвижении товаров и услуг организаций, то здесь, ну, вот таких-таких там интересных практик, ну... Рефей, почтный издательный, один из банков, который был в том числе сфотографированный. Я не говорю про визуальную картинку. Я говорю про то, что мы не просто визуальный образ узнаем, а мы говорим, а, это пермская. Да, а я говорю про то, что мы какой-то смысл определенный, да, к сюжету, к определенной вот этой картинке прибавляем, которая работает на продвижение нашего товара и услуги. То есть мне бы хотелось вот сегодняшний разговор закончить на этой ноте, что эта тема, мне кажется, имеет очень такой, ну, что ли, потенциал не просто в исследовании, а в разработке конкретно. И для тех же конфет, и для, ну, я имею в виду, что в том, как это должно быть сочетаться, форма и содержание, какие образы отбираться, и для многих других, ну, собственно, первоорганизаций, которые хотели бы с помощью пермского звериного стиля не только вот выходить за пределы пермского края, да, как просто узнаваемый образ именно пермскости, так скажем, но и для местных жителей, для мермяков, да, чтобы нам-то с вами тоже это хотелось непосредственно привести и с этим как-то соотнестись тем или иным смыслом. Большое спасибо за внимание, готова ответить на вопросы. Я просто, наверное, лучше проговорила, чем можно.